Доброе утро! Желает вам телеканал СТВ. Напоминаем, что наступила пятница, 9 июня. Если вы поклонник джаза, то вам не надо рассказывать, что это значит. Уже завтра в Минске у здания городской ратуши стартует ежегодный, долгожданный, полюбившийся минчанам и гостям столицы проект «Джазовые вечера у ратуши». Что ожидает публику на нем в этом году? Каких гостей ждем? Какими новыми джазовыми исполнителями может похвастаться наша страна? Узнаем у гостей. Встречайте, программный директор и режиссер фестиваля «Джазовые вечера» Андрей Калина и один из участников этого проекта – белорусский певец Алексей Кулешов. Доброе утро! Доброе! Доброе! Андрей, скажите, пожалуйста, по опыту прошлого года, когда вы увидели количество людей, пришедших, это было удивление? Потому что я помню фотографии, но я такого аншлага не видел ни разу, наверное, на ратуши. Мне особенно радостно, что на джаз есть такие аншлаги, потому что, ну, кто говорит, что джаз – это музыка для бедных, кто говорит, что джаз – это музыка для богатых. На самом деле, я считаю, что джаз – не я один, кстати, что джаз – это музыка для умных. Потому что если такой аншлаг на джазовых вечерах, значит, белорусам можно хвастаться своим умом и интеллектом. Ну, давайте-ка напомним, что все-таки у нас, ну, если не джазовая сверхдержава, но все-таки джаз с историей Беларуси очень тесно переплетел. Безусловно. Один из самых лучших биг-бендов на территории Советского Союза еще даже в довоенные времена был белорусский биг-бенд под управлением Эдди Рознера. И потом его традиции продолжали другие музыканты, в частности, маэстро Михаил Яковлевич Хинберг со своим оркестром. Мы берем с него пример. Проект, насколько мы знаем, будет международный. Скажите, участники каких стран принимают участие в этом году? Я назову только количество континентов сейчас. Пять. Ну, то есть только Антарктида никого не прислала. И Австралия. Не юбилейный, потому что год, да. То есть все абсолютно континенты были представлены. Азия, Африка, Европа, Северная и Южная Америка. Ого! А скажите, из Южной Америки откуда прилетели? Из Чили. Из Чили. Они знают про Беларусь, знают про нашу ратушу и знают, что у нас тут джаз любят. Они прислали нам уже ноты. И наши белорусские музыканты готовятся. Я думал, райдер прислали, ноты прислали. Молодцы. Ноты прислали. С райдером тоже есть вопросы, конечно. Расскажите, вот у джазовых артистов, какой райдер, какие требования, может, вас удивило что-то? Только требования хорошего звука. У них есть определенные пристрастия. Какая должна быть там колонка, какой микрофон, какой пластик на барабане. Обратимся к белорусским музыкантам. Алексей, расскажите, как давно вы дружите с джазом? Потому что мы знаем, что вы принимали участие в проекте телеканала СТВ. Да, и нам тоже нравится думать, что в том числе благодаря нам Алексей Кулешов это уже состоявшийся артист белорусский, который сейчас, или не сейчас, но который вот смотрит в сторону джаза. Правильно я понимаю? Правильно. И мне кажется, что знакомство с джазом началось все-таки именно с тех самых далеких поющих городов. Потому что до этого я не пел ничего такого приджазованного даже. А когда я пришел на поющие города, попал в команду Андрея Калины, мне сказали, вот, на тебе песню, пой, пожалуйста. А что за песня была? Cry Me a River, которая, кстати, является джазовым стандартом. Она была модернизирована, конечно, но все же это уже джаз. И впоследствии Андрей предложил мне работать в джазовом коллективе. И вот с тех самых пор у нас такое джазовое сотрудничество. Кстати, в прошлом году зрители телеканала СТВ смогли слышать и видеть, так сказать, какие-то джазовые пробы Леши в программе «Две звезды», где он с Викторией Олешко пел БСМ и Мучо. Что тоже является... Тоже стандарт. Все секреты я открывать не буду. Я скажу лишь только, что в Лешином исполнении прозвучат совершенно неожиданные версии популярных песен. Круто. Может, Алексей прямо сейчас хотя бы фрагмент нам исполнит в качестве анонса, чтобы мы могли послушать и понять. Или, может, не анонс, а пускай в джазовой манере сейчас скажет, что в студии хорошего настроения Саша Каштанова и Антон Мартыненко. Студия хорошего настроения. Круто. Вот это был джаз, это был стандарт. Давайте это тоже будем считать стандартом джаза. Я хочу сказать, что даже такой попсовый совершенно хит, как «Белые розы» в Лешином исполнении, в сопровождении премьер-оркестра, звучит просто как джазовый стандарт. Ну, нет, на джазовых вечерах мы это петь не будем. Отлично. А у нас в студии прямо самое место. Давайте попробуем. Немного теплее за стеклом, Но зима розы Вхожу в эти двери, словно в сад Июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом. О, белые розы У всех на глазах я Целовать И гладить готов. Очень круто, конечно. То есть я так понимаю, что можно вообще любую песню исполнить вот в такой манере. Ну, это нужно обдумать. Обдумать. Да. Но исполнить все это можно. Важно, чтобы был музыкальный материал должный. Андрей, еще планируется 17 и 24 числа концерта. Расскажите, что это будет, если вдруг у кого-то не получится завтра посетить данное мероприятие. Я вообще скажу так, что мы во всех трех днях попытались представить практически большинство жанров, которые существуют у три джаза. Это и трио. Это и, скажем, от трио до биг-бендов. Это и вокальные коллективы. Это и классика рока, сыгранная в джазе. И для меня особой гордостью является то, что к нам приедет, и, в частности, вот завтра будет выступать, ну, просто мега-звезда фьюжена. Человек, который дважды за всю свою музыкальную карьеру был признан лучшим гитаристом мира. Скотт Хендерсом. Кто еще из суперзвезд? На кого обратить внимание? Я посоветовал бы обратить внимание еще на чилийцев. И, в частности, на бас-гитариста Кристиана Галвиса. Одного из двух. Который, да. Который тоже был признан однажды лучшим джазменом на континенте у себя. И я бы посоветовал обратить еще на человека, который сделал очень спешную рок-карьеру. Он был клавишником в группе Уда. А к нам он приедет как вокалист и тромбонист. Это Харрисон Янг. Харрисон Янг. Запомнили. Это минимум четыре вот этих маст-си, что называется. Вот их надо по-любому увидеть и услышать тоже. Я скажу так. Я думаю, что меня все поймут, если выйти на проспект и начать задавать всем встречным прохожим вопрос. Каким вы представляете себе настоящего джазмена? Вот, ну, ответьте. Он обязательно в костюме. Какой-то чикагский мафиози. Соксаклон, да, с ним должен. Представление, да. Со шляпой Фрэнк Синатра. Так. Может быть вполне себе человеком грузным. Стойка микрофона, да, обязательно. С диким обаянием он так не раскидывается, знаете, на... Немного сговорит. Ну, еще какие-нибудь подробности. Ну, чернокожий вполне. Есть. Вот это тот самый вопрос. 24-го числа нас ждет встречи с замечательным молодым чернокожим джазовым певцом, который, так сказать, начал петь еще в детстве. Начинал он в церкви. Ну, там все начинают в церкви. Ну, да, да. Он пел госпел, записал уже несколько своих произведений авторских. И он споет и авторскую музыку, и джазовые стандарты. Зовут его Клифф Джонс. Это какого числа еще раз? Это 24-го. Ну, вообще, конечно, в идеале надо посетить все три дня. Безусловно, они все будут разные. События потом целый год. Ни один день не будет похож на другой. Начало джазовых вечеров. Завтра в Минске ратуша, самый центр города. Мы желаем не только столичной публике, но и всем гостям Минска отличных музыкальных субботних вечеров. Ну, а нашим сегодняшним гостям, конечно, удачных концертов и благодарных слушателей. Еще раз представляем наших гостей. Сегодня в студии «Хорошего настроения» был программный директор и режиссер фестиваля «Джазовые вечера» Андрей Калина, а также один из участников этого проекта – белорусский певец Алексей Кулешов. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Спасибо! Я мечу на твое место. Две звезды мимо не прошли. Да, мимо прошли. Друзья, ну а в студию «Хорошего настроения» мы вернемся через несколько минут. Вот. Продолжение следует...